Фронтендеры убили во мне веру в чудо. Пару лет назад я познакомился с прекрасным протоколом GRPC. И после периода ликования, я думал, всё, жизнь стала наконец-то прекрасной. Любители красить кнопки сказали, не-не-не-не, братан, никакого GRPC. В браузере это работать не будет. Ну, после череды расстройств, я всё-таки нашёл решение как бы дружить всё это дело. И успешно это решение применял, в том числе и в Озоне. Всем привет, меня зовут Олег Козырев. Я уже 6 лет в IT. За это время я успел поработать в нескольких биг тех компаниях России. И сегодня я расскажу тебе, как подружить GRPC и твоих фронтендеров. Я тут подумал, а почему бы мне в каждом ролике какому-нибудь региону России привет не передавать. Ну, начнём с моего родного. Костромская область, всем салют. Чтобы подружить фронтенд с бэкэндом, где есть GRPC, есть несколько путей решения этой проблемы. Конечно же, мы можем просто поднять HTTP-сервер, на котором будем дублировать логику, ну или просто переиспользовать логику из сервисного слоя. Но в экосистеме GRPC есть ещё один вариант. Называется он GRPC Getway. Суть его состоит в том, что он представляет из себя реверс-прокси. То есть запрос прилетает по HTTP, попадает в этот Getway, преобразуется там в GRPC форму. То есть, в частности, ну мы же в обычном HTTP body-то представляем как какой-нибудь JSON, скорее всего. Ну, какой-то человекопонятный текст. А в GRPC просит протобав по дефолту. Ну вот оно такие штуки преобразования всякие делает. Плюс там HTTP другой версии под капотом у GRPC. И после того, как он преобразовал, засылает этот запрос в GRPC сервер. GRPC сервер, в свою очередь, обрабатывает его. Вся логика наша там проворачивается, что-то там считается, в базу лазает и так далее. И после этого возвращает GRPC ответ. Но GRPC ответ улетает не сразу клиенту, а попадает опять в этот прокси. Ну, то есть в Getway. И он преобразует это дело в JSON нашу и засылает браузеру клиенту назад. Но сперва давайте поглядим, как нам это намутить из кода. Итак, ну что, мы находимся в проекте, в заготовочке, в такой, где у нас уже есть GRPC сервер. Давайте повнимательнее посмотрим. У нас есть папочка API, в которой уже портофайлик прописан. И прописан он для работы по GRPC. Если вдруг вы там не видели, как там правильно GRPC оформлять, рекомендуем мой ролик. Ссылочка сейчас вылезет и в описании тоже будет. Бегло посмотрим, что тут есть. Есть сервис под названием Node V1. У него есть стандартные крудовые ручки. Это всякие там Create, Get, List, Update, Delete и так далее. Ну и тут контракты этих ручек описаны. В общем-то, у заметки Title есть, Context, Автор и флажок из Public. Не суть важно, что это значит. Просто вот такой стандартный крудовый контрактик. Кроме этого, у нас еще есть Makefile. Вот он. В котором прописано несколько таргетов. Первый. Вот эта вот штученька довольно удобная. И это я вам специально сделал. Чтобы вы плагинчики, если вдруг не знаете, где искать, или только так осваиваетесь со всем этим делом, могли сразу скачать. Они скачиваются. Видите, здесь прописывается Environment, ну вот эта системная переменная GoBin, которая, в общем-то, и говорит команде GoInstall, куда их скачать. И скачивает он их в локальный BIN. Это очень удобно, потому что вы не засираете глобальный statement и можете потом вызывать. И когда плагинчики вызываете, вот, например, пишите GoOut, GoJRPCOut, вы выписываете дополнительную опцию, плагин, где говорите, что вот плагин проток Gen.Go, вызывая из папочки BIN проток Gen.Go. Ну, относительный путь. У нас make-файл в корне лежит, значит, вот сюда он, BIN, и пойдет. Вот. В общем-то, тут все, что вам нужно знать. Если с GPC уже работали, то, в общем-то, эта запись вам не нова. Все генерируется вот в эту папочку. Как мы видим, сейчас уже здесь два файлика есть. PB-шка и GPC-PB. Ну, а в CMD лежит уже GPC-клиент. Мы не будем смотреть, если хотите, потом посмотрите. Ссылка на репозиторий тоже будет. А вот сервачок, ну, довольно стандартный. Мы говорим сразу в константы, на каком порту он будет висеть. И нам дальше нужно просто заимплементить методы. У нас вот есть get-метод. Мы его единственные заимплементим, потому что остальные, ну, смысла особо нет имплементить. Если что, просто будет стандартная дефолтовая ошибка вызываться, что метод не реализован. Ну, а get мы реализовали, ну, чисто каким-то мусором заполняются поля рандомным, и засылается в ответ. А сам сервак поднимается в main. Мы сперва создаем listener на нужном нам порту, который в константах прописали. И потом, просто создав gRPC сервак, подвязываем к нему структурку, которая имплементит соответствующие методы. Ну, и все, и запускаем серв. На этом все. gRPC заготовка готова. Теперь надо сюда прикрутить gateway, чтобы все это еще и по HTTP работало. И теперь я делаю сейчас вот щелчок, и мы переключаемся на commit, где уже все реализовано. И я расскажу, как и почему. Мы тут с вами сидим, gRPC-шкой обмазались, gateway сверху положили. И держим в голове, что вся эта история в основном в микросервисах происходит. gRPC-шка для них была создана, чтобы там быстренько у вас запрос, ответ, запрос, ответ. Все оптимизировано. А микросервисы, в свою очередь, были созданы в альтернативу монолитной архитектуре. И я вот решил провести бесплатный урок, где я вам расскажу, как микросервисную архитектуру строят в больших компаниях. Почему вообще ее выбирают в альтернативу монолиту, какими проблемами сталкиваются, какие паттерны используют. Так что приходите 3 февраля в 18.00, по ссылочке в описании переходите, лендинг изучаете, там красота неимоверная. Андрей, дизайнер мой, просто постарался. Ну и записывайтесь на урок, и 3 февраля в 18.00, жду всех, вот интересно, позадаете вопросы. И мы переместились на нужный нам коммит. Давайте посмотрим, какие изменения произошли в проекте. Во-первых, в proto-файле кое-что добавилось. Добавилась вот такая вот строчка с импортом. Google API Annotation Proto. Это всего лишь proto-файл, который нам позволяет обеспечить генерацию нужных нам файлов для работы с Gateway. Также у нас в описании вот этих ручек добавилась опция. Опция под названием Google API HTTP, которой нужно прописать несколько параметров. Ну, от одного до нескольких. В случае create мы хотим соблюдать restful нотацию, бла-бла-бла. Ручка create обычно делает метод post, ну, шттпшный. Вот мы и говорим, эта история будет постовым методом. Вот по такому адресу. То есть будет сперва адрес хоста, ну, какой-нибудь там localhost 8080 slash node slash v1. И если метод будет post, значит мы будем create ручку дергать. Ну, а body звездочка означает, что при конвертации вот этого шттп-тела мы в gRPC как бы все прокинем. То есть весь JSON преобразится в сериализованный портобав. Вот. Gret, соответственно, у нас get-метод. Вот с таким же общим эндпоинтом. Листовая ручка, тоже get-метод. Ну, добавили суффикс list. Ручка update. У нас были несколько вариантов, да, было несколько вариантов. Либо update метод использовать шттпшный, либо patch. Почему выбрал patch? Потому что он довольно более гибкий. Потому что update, если кто не помнит по REST нотации, должен обновлять сразу все поля. То есть даже если вы что-то не указали, он просто тогда дефолтовым затрет значение. Ну, потому что в gRPC же дефолтовые присваиваются значения. И это как-то не очень удобно. Ну, в ряде ситуаций это, наверное, ок. Но чаще мы, например, на работе патча юзаем для гибкости. Поэтому patch и метод и указал. Ну, и delete, delete. Тут все. Возникает вопрос. А где нам вот это вот дело взять? И все секреты у нас в make-файле. Но прежде чем поговорим про annotation proto, мы сперва поговорим о плагине, который будет генерировать код для getway. Тут у нас еще одна строчка, которая как раз-таки позволяет скачать плагин под названием protoc.gen.grpc.getway. И скачивается оно будет как раз в bin папку. Пока у нас там, видите, две программки, два бинаря. Но давайте мы вызовем с вами make install.debs. Он по первому дуум посмотрит, что они уже есть. И третью скачает. Вот он как раз начал его качать. Сейчас все скачает. Далее у нас тут в саму команду generate'а также добавлена строчка, которая говорит о том, что нам нужно файлик для getway генерировать. В общем, она также, в общем-то, и добавлена, как все остальные. Вот у нас экзешничек появился. Поэтому все будет генерироваться. Но на самом деле далеко не все. Если мы сейчас напишем make generate, смотрите, что будет. Он такой, ой-ой-ой-ой, а где же мне найти Google API Notation Proto, который вы импортировали? И тут вариантов несколько. Либо вы лезете в гитхабовский репозиторий, просто руками файлик скачиваете и рядышком с нот кладете. Тогда все будет ок. Либо это дело автоматизировать. И вот такая вот небольшая запись. Она сама сходит, команда, в гитхаб. Выкачает нужные репозитории. Оттуда папочку возьмет необходимую и положит нам ее в корень проекта, в папку vendor.protogen, которую я уже предварительно в gitignore добавил. Давайте же попробуем это все дело вызвать. Это надо написать make vendor proto. Ну вот он сейчас будет клонить. Мы, конечно же, тут ждать особо не будем, поэтому... Так, и у нас все скачалось. Давайте посмотрим. Добавилась эта папочка и куча файлов. И вот тот самый, видите, Google API Annotation Proto. Ну, там служебный proto-файлик. Если хотите супер покопаться в кишках, можете этим разбираться, но нам сейчас это не особо интересно. Вот, и теперь возникает вопрос. А как же он поймет, куда смотреть? Видите, он уже увидел, ну, потому что я там просто прописывал заранее эти пути на настройках GoLand. Это не суть. Если даже тут красный у вас подчеркивает, это ничего не значит, на генерацию это не влияет. Просто на визуальное отображение влияет и на то, как он связи умеет находить. Чтобы он вот эту папку увидел, нам в самой команде генерейта, вот здесь вот, видите, мы прописывали proto-пасс, чтобы он понимал, где proto-файл наш лежит, вот этот нот proto. Нам также еще раз можно указать опцию proto-пасс и указать вендор-протоген. Мы указываем относительный путь, поскольку у нас мои файлы лежит тоже в корне, мы прям так говорим, он вендор-протоген. И он теперь вендор-протоген в том числе тоже считает одной из точек отчета. И, допустим, он здесь вот этот импорт видит, он сперва у себя в папке ищет, где вот нот proto лежит такой, хз, нет такого. Дальше он понимает, что есть еще одна точка отчета, как вендор-протоген, заходит внутрь, и внутри уже видит такой вот путь. Google API annotation proto, он находит его, и все у него замечательно. И поэтому, если мы сейчас напишем make generate, все должно сработать. Хлоп, сработало. Вот, давайте поглядим. У нас добавил скрити-файл. Вот он, этот служебный файлик, который, в общем-то, и обеспечивает работу Gatway, который там все вот это вот так красиво заворачивает, переворачивает и делает доступным по HTTP. Так, теперь надо понять, какие внести изменения в сам сервак, поскольку нам теперь нужно, чтобы у нас два сервака даже было. HTTP-шный сервак, который трафик HTTP-шный принимает, и gRPC-шный сервак, тот самый, который у нас был. Ну, и они там между собой как-то связаны. Ну, и какие же плюсы и минусы у этого решения? Очевидно, плюс такой, что у нас есть один proto-файл, мы в нем все описали, и из единой точки генерируем сразу и для HTTP работы, и для gRPC работы, потому что в наш сервис могут как с фронта лазать, так и с мобилки, где там gRPC-шечку вполне себе можно натянуть. Ну, или там из другого соседнего сервиса. Очень удобно, очень интересно. В чем же минусы? А минусы в том, что gRPC-гэтвей, во-первых, это дополнительная прослойка, то есть это накладные расходы, задержка чуть-чуть увеличится, потому что нужно же время, чтобы эти данные преобразовались из одного вида в другой. Во-вторых, разумеется, не все функции gRPC-шки поддерживаются гэтвеем. В частности, не поддерживаются стриминговые взаимодействия, за которые мы так любим gRPC. Поэтому, когда нам нужно стриминговое взаимодействие, придется все-таки что-то мутить, колдовать с веб-сокетами. И по итогу, если у тебя стандартная, крудовая API, почему бы не воспользоваться гэтвеем? Ну, просто запрос, ответ, запрос, ответ, он вполне себе хорошо сработает. При условии, что у тебя нет никаких требований по задержке. Ну, ты там не какой-то сумасшедший хайлоуд строишь, и особо париться не надо. Какие же альтернативы есть у гэтвея? В принципе, ты можешь также сделать HTTP-сервер. То есть, он вообще не будет никак связан с gRPC. Просто отдельно HTTP-сервер поднимаем на каком-то эндпойнте и слушаем этот трафик. И перенаправляем его в нашу написанную логику. То есть, логика будет переиспользоваться, а вот этот транспортный слой, gRPC-шный и HTTP-шный, будет разный. Для того, чтобы написанную тобой логику приложения было легко переиспользовать, я рекомендую использовать подходы там чистой архитектуры, гексагональной архитектуры. По этому поводу у меня, кстати, ролик был. Сейчас появится здесь. Можешь посмотреть, как я там оформляю гошные проекты с учетом этих принципов. Мы на работе так используем, очень удобно. И там вполне себе, как пазл, собираешь проект и впрод катишь. Поскольку нам нужно одновременно два серверака запустить, разумеется, нам на помощь придут гурутины. Давайте заглянем сперва в main. Ну, то есть, метод get, он тут реализован в точности так же, как и в прошлый раз. Ну, в этом случае gRPC-шки голый, который вначале показывал. Поэтому мы его свернем, чтобы не мешался. В константы мы сразу прописали адрес и gRPC, и HTTP-серверака. Далее в main мы просто-напросто берем, заводим в вейт-группу для синхронизации гурутин и запускаем gRPC-серверака в отдельной гурутине и HTTP-серверака в отдельной гурутине. Ну, и дальше просто выйти. Кстати, интересный момент. Тут, видите, вот эти методы, они ошибку возвращают. Мы сейчас их посмотрим, что за методы. И я с этих ошибок фаталюсь. Вот так в целом тут, на самом деле, проблем особо не будет. Но есть нюанс, чисто теоретический. В чем может быть проблема использования фаталов конкретно в этом месте? Вот если знаете, напишите в комментариях. Посмотрим, насколько вы шаристые и внимательные. Давайте дальше смотреть. gRPC, ну, старый gRPC-сервер, достаточно стандартный. В общем, как и в прошлый раз, он просто-напросто лисенер создает. gRPC-серверок создает, подвязывает на него структуру, которая имплементит методы сервера. Ну, и сервит. Вот, и все, он слушает трафик, и все. Тут особо без изменений. Мы просто в отдельную функцию вынесли для удобства, не более чем. А вот стартыш-ттп-сервер более интересный. Потому что мы вначале создаем муксер, ну, или мультиплексер. Это вот как раз промежуточное звено, которое будет трафик маршрутизировать от одного места к другому. Кстати, в электротехнике, знаете, да, мультиплексер. Это типа, когда у нас, например, на входе до хрена каналов, туда должен только один пролезть. И вот этот мультиплексер, он принимает несколько их там, не знаю, раунд-дробиным каким-нибудь по порядку. Такой, хоп, это пущу, это пущу, это пущу. Ну, или наоборот. Вот. Здесь мы также создаем еще gRPC-опцию, чтобы потом конфигурировать наш сервачок. И просто говорим о том, что у нас подключение не секьюрное. То есть никаких TLS-ов, ничего такого не будет. А дальше мы из пакета Desk, а это просто алиас, на пакет, где у нас все сгенерированные файлы лежат. Вот этот вот pkg, где вот node.pb, node.pb.getway, node.pb.grpc. Вот. И как раз-таки в файлике, который нам был сгенерирован плагином по работе с getway, сгенерировался вот такой вот метод. Register node.v1.handler.from.endpoint. Здесь мы первым-наперво передаем контекст, ну, классическая гошная история, да. Потом этот мультиплексор, gRPC-шный адрес, чтобы он понимал, куда ему маршрутизировать, скажем так, трафик. И опции. Ну, то есть, какой характер подключения. И после этого мы просто вызываем listen and serve, прокидываем туда уже адрес http, ну, где он должен висеть, и изначально трафик принимать, и сам этот мультиплексор. И все, мы как бы залинковали gRPC-шку с http-шкой, и теперь нам остается только проверить ее. Давайте возвращаемся в main. Запускаем. Вот он у нас скомпилировался, запустилось, и пишут, что http-шка на 8080 висит, а gRPC-шка на 551. Здесь у нас, давайте на примере, сперва gRPC-шку протестим. В постмане, если кто не знает, можно теперь gRPC-шку тестить, давненько уже достаточно. Нажали new, пишем gRPC. Здесь, короче, пишем адрес сервера. И что интересно, сервер, разумеется, уже все подтянул. Точнее, клиент наш подтянул уже с сервера название методов. Нам даже не нужно было импортировать никакие портофайлы. А сделано это все за счет вот этой строчечки. Ой-ой. Вот это. Reflection Register gRPC-сервер. Это, в общем, настройка gRPC-сервера, которая позволяет клиенту обратиться к серверу за списком методов, которые доступны. Ну вот, мы давайте get использовать. Оп. Видите, все вернулось. Все работает. 0 ок. 0, если что, это gRPC-шный код. Вот. А ID-шник 0. Ну, просто потому что мы ничего не передали как параметры. Но мы в целом могли это сделать. Взять, передать ID-шник. К примеру, назвать здесь вот кнопочку Use Example Message. Он нам какую-то штуку рандомную сгенерил. То есть такой скелетик запроса. Хлоп. Вот он. Есть. Все работает. Давайте теперь попробуем ручку, которая не реализована. Create, как у него. Хлоп. Вот он нам написал. 12 код того, что ручка не имплементирована. И все вроде тоже корректно. Но теперь осталось проверить только HTTP-шку. Давайте также new нажимаем. HTTP. Здесь вписываем название. Ну, точнее, адрес хоста нашего и нашей ручки. Вот NocleHost 8080 NodeV1. Get-метод. Дергаем. Все, видите, все то же самое. В данном случае, ну, чтобы у нас ID-шник прописался, ну, у нас это get-ручка, поэтому мы юзаем query-параметры. Поэтому мы здесь просто пишем ID. Ну, и какой-то там 123. Хлоп. Видите, 123 подставился. Ну, все. В принципе, работает. Красота. Ну, видите, и GRPC-шечка завелась. И HTTP-шечка завелась. Ну, теперь только бежать к фронтам и рассказывать, что чуваки, я нашел ультимейт-решение. Давайте использовать. Кайф. А на этом все. Ставь этому ролику лайк. Подписывайся на канал и пиши в комментариях, какой у тебя был опыт использования. Что TP, GRPC, что тебе больше нравится. И, кстати говоря, на днях проведем прямой эфир в Телеграме. Лампово посидим. Мы так уже делали. Очень даже интересно получилось. Так что заглядывай. Субтитры сделал DimaTorzok Отец. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова